Здравствуйте, дорогие друзья! Моя сегодняшняя героиня утверждает, что главное в её жизни – это творчество сын и внучка. Вы просили пригласить в студию. Встречайте, актриса театра и кино Любовь Руденко. Любовь Руденко – заслуженная артистка Российской Федерации. Исполняла ключевые роли в фильме «Вчера закончилась война», а также в сериалах «Участок» и «Огонь любви». Актриса театра имени Маяковского. Дорогие друзья, у моей студии красота и искренность. Моя любимая Любочка Руденко. Здравствуй, моя хорошая, я так рада, что ты ко мне пришла. Наташенька, здравствуй, взаимно. И вот этот теплообмен через руки, он как раз настраивает сразу на положительный, на позитивный лад. И вообще вот эта вся студия, она позитивная. Вот эти потрясающие кресла, в которых хочется сидеть и получать удовольствие. И вообще, когда вот вокруг все комфортно, комфортно становится в душе, естественно, и в теле. А все же должно быть в гармонии, правильно? И вот эта красота на нас с тобой, и вот эта красота вот вокруг, этот цвет потрясающе красивый. В общем, все-все-все. Я уже не говорю о окружающих людях, которые пытаются сейчас нам помочь с тобой сделать передачу. Я думаю, что сейчас у нас с тобой просто все понесется и полетит стримглав, как мы с тобой любим, да, шашка на голо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе секретом. Делись. Не буду называть имя очень известной певицы и актрисы. Она, вернее, она певица, но она певица как актриса. Она, когда выходит на сцену, я тоже смотрела все ее концерты и спросила близкого к ней человека. Я говорю, слушай, как она вот так собирает, прям как, все как кролики, она как удав, всех в себя затягивает. Она говорит, выходит на сцену, она сначала слева направо, вот так весь портер, потом верхние ряды бильетаж, а потом самые верхние и вот так через середину на себя. То есть всего-навсего вот так взглядом окинуть и поймать всех. И все. А я верю. Я так делаю. У нас большая сцена в театре Маяковского, в котором я работаю, у нас же портер, амфитеатр, бильетаж, первый, второй ярус. И, естественно, я всегда это выполняю. Я выхожу, скользнуло так, скользнуло сяк, все, и уже все мои. И вот так. Да, и главное послать душевную сразу волну, сразу послать тепло со сцены и сказать, дорогие, я ради вас вообще выхожу на сцену, я хочу отдать всю себя вам и все. Между прочим, очень клевый лайфхак, то есть ты приходишь и в дом свекрови, да, и ты приходишь на работу. Я не свекровь, а свекровь это у мужчин. Мама мужа, да. Ты приходишь к тёще, да, к своей любимой, куда бы ты ни пришла, ты заходишь в помещение, быстренько сделаешь так, чтобы тебе было комфортно, и делаешь так, чтобы тебя все любили. Ведь это же замечательная тактика. Конечно, конечно. Много-много лет назад я оказалась во Франции с русско-французским спектаклем, и режиссёр этого спектакля, она преподавала в консерватории актёрское мастерство на театральном курсе. И однажды она попросила меня провести актёрское мастерство у своих студентов, благо я знаю французский язык, я закончила спецфранцузскую школу. И я захожу к студентам, их человек 25, естественно, у меня был страх, потому что, во-первых, я никого из них не знаю. Вот прям не верю, что ты можешь чего-то бояться. Нет, ну что ты, очень многого. Волнение всегда присутствует, даже перед выходом на сцену всегда волнение. Но когда я уже перешагнула, вот этот вот барьерчик, всё, я уже на сцене, уже зрители меня видят, всё, у меня пропадает, и тут только радость пребывания на сцене, общения со зрителем. И я захожу в эту аудиторию, где сидят 25 не знающих меня, вообще первый раз видящих меня студентов, ребят молодых, да ещё французов. И я вдруг, они кидаются, все начинают со мной целоваться. Но не по-русски три раза, да, у нас привыкли, всё, Бог любит троицу, по три раза. Два раза чмок-чмок. Я такая стою, ошалевшая совершенно от этих 25, умноженных на два поцелуя. Я говорю, а почему вы же меня видите первый раз? Они говорят, ну мы же вас ждали, мы же знаем, что вы к нам пришли, что вы сейчас с нами будете, мы же одна семья, мы же делаем общее дело. А потом, если вы, мы всегда встречаемся друг с другом с утра, все целуемся, обнимаемся. Потом, если ты человеком с утра обнялся и поцеловался, ты уже никогда, уже ему ничего плохого не сделаешь в этой жизни. Гениально. Потому что ты уже с ним зацепился в одно целое. Слушай, вот было всех коллективов. Да, в одно кольцо заклицевалось. Футболисты вышли на поле. Энергетика положительная. Да, да, да. Там ещё там актёры. И уже говорят, бери мой мяч, бери в свои ворота, я тебе его дарю. Ну, здорово. Расскажи, что нового? Нового, 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 нового сейчас вот снимаюсь. Я не могу, к сожалению, даже сказать название фильма, потому что он пока ещё совсем не досягл. Актёрская примета, да, да. Он только начал сниматься. Во-первых, и приметы, и во-вторых, мы всегда подписываем в договорах такую строчку, что мы не имеем права разглашать до разрешения официального продюсерского. Единственное, что роль необычная, непривычная. И я, наконец-то, господи, играю не маму и не бабушку. Я играю просто интересную женщину. Я очень радуюсь тому, что у меня, естественно, я мама, бабушка. Но иногда хочется какого-то изменения, какого-то буквально вот сломать что-то, стереотипы какие-то. Вот, поэтому я рада, что вот такой сейчас у меня момент наступил. А вообще в театре всё то же самое, играю те спектакли, которые играла. В театре пока ново не начинала ничего репетировать. Есть на стороне антрепризный спектакль, где я уже начала репетировать. И я играю там роль тёти главной героини, которая очень страстно хочет, желает и делает всё для того, чтобы выдать свою любимую племянницу, которая уже далеко за 30 замуж. Да, потому что я не буду рассказывать основную коллизию, потому что для зрителя, естественно, это должно остаться секретом. Но тётушка такая тоже продвинутая, такая вся спортивная, современная, следящая за собой. Поэтому, естественно, я сейчас активно пытаюсь этим в жизни тоже заниматься, чтобы даже уже проходя мимо фитнес-зала, который рядом с моим домом недавно построили, надо зайти записаться, наверное, походить, чтобы как-то почувствовать себя в режиме времени нашего сумасшедшего, быстрого, побегать по кольцам, дорожкам велосипедные, покрутить педальки. У тебя сегодня единственный выходной, и ты его подарила нам. Просто очень многие женщины, позови Любу, позови Любу, она такая естественная, она такая человечная. Вот я знаю, что вот в твоей жизни имя отчества очень сложно тебя найти. Тебя все Любочка, Любочка, Любочка. В театре у меня твое личико Любаня. Любаня. Я не буду говорить конкретно, сколько лет, это легко посмотреть в интернете, но до сих пор даже подрастается Любаня, Любаня твой выход. А молодые, которые бегают там на 40 лет, меня моложе, они не понимают, кого сейчас зовут. И потом выхожу, ой, Любовь Николаевна, я говорю, умоляю, только без отчества и ненавижу этого. Мы в театре вообще вся одна семья, и еще Наташа, Наташенька, царство небесное, Гундарева, когда мы называли ее Натальей Георгиевной, бабушку русского театра и кино, как Наталья Георгиевна, Наташа, и все. И у нас как-то в театре очень демократичная вот такая атмосфера, она к этому как раз очень располагает. И в кино тоже. Не прибавилось ли ценности, вот я знаю, что у тебя такой лозунг, что самые основные ценности у меня это искусство, сын и внучка. Ты же везде так и Любочка и осталась, да, Любаня так и есть везде. Даже внучка меня не называет бабушкой. Моя Люба, моя Люба пришла. Мне кажется, это замечательно. Мне кажется, это замечательно просто. Я говорю, бабушка пришла, нет, Люба. Она и вторую бабушку тоже называет по имени Лура. А мне кажется, что это... Она не воспринимает вообще бабушку, она не воспринимает, потому что нас, наверное, бабушками и дедушками, потому что вы как-то все еще мало. Очень резво живете, очень резво живете. Так что возраст этот, цифры в паспорте и ничего более. Клево. Скажи, с личной жизнью у тебя сейчас что? Пока сейчас она у меня вся в основном в творчестве. Сублимируешься пока? Да, сублимируешься. Ну, потому что получилось так, что последние 4-5 лет я снималась очень плотно у Карина Эфалиянса в трех сериалах. Не до того было. Один из них уже прошел, да, там, где ты, причем не в Москве, а в Феодусии. Два вторых еще не вышли невесты по-русски Фиалки. И достаточно большие были роли, и это были бесконечные переезды, перелеты. И как так получилось, что вот с предыдущим моим молодым человеком, да, потому что моложе меня было на 15 лет, мы расстались. И пока его место пока не занято, но я, ну, как-то Бог пошлет, буду счастлива, буду рада быть ни одной на этом свете. Умудришься вписать свой бизнес. Близкий друг есть, ну, просто друг, который помогает, я ему, он мне, и мы стараемся... Ну, воркуйте чуть-чуть, воркуйте. Нет, ну, да, каждый день перезваниваемся, как с подружкой. Ну, естественно, есть близкие подруги, с которыми встречаюсь, но есть работа, есть театр, есть съемки. Ну, вот он придет, самый лучший мужчина на свете. Ты впишешь его в свой бизнес-план? Ну, дело в том, что вот предыдущий, он был оператор, и он с ним было легко... Удобно, удобно. Когда не надо ему объяснять, что такое ночные съемки, что такое репетиции. А ночью на кухню вышли посмотреть, что показывают по холодильнику, и опять про работу, про тех, про всех. Да, вот действительно, приходишь, начинаешь продолжать обсуждать что-то, разбираться, вот, искать что-то новое, там, находить... Опять, а когда еще находишь это что-то новое, какие-то открытия случаются, и, конечно, так интереснее общаться. А когда человек совсем из другого мира... Ну, интересно, ты пришла, как радиотелевизор, рассказала все ему, а тебе неинтересно? А где взаимо? Ну, так у него тоже какая-то жизнь идет. Вот так получилось, у меня исторически сложилось, что в моей жизни никогда не было людей из другого мира, вот, близких, да, потому что, видимо, мне было с ними скучно. Я понимала, да, вот у многих подруг, там уж я, кто военный, кто там какой-нибудь доктор-врач. Вот единственный, может быть, кого бы я могла, вернее, с кем бы я могла интересно сосуществовать, это с врачами, да, с врачом, с доктором. Потому что для меня они просто небожители, вот это люди, которых, в руках которых наши жизни, это, ну, вот от Бога. И довериться им, и когда они еще спасают, помогают, врачают, вот у меня сейчас, к сожалению, мамочка два раза была летом на операции в разных больницах, и для каждой хирург, для меня это просто было, это я не знаю, Бог, Бог. Ну, прекрасная медицина в России, Бог, просто Бог, да. Как-то сейчас очень мало об этом говорят. И вот единственное, но при этом мне очень всегда не хватает, мне без чувства юмора я вообще не могу общаться с людьми. Да, вижу я. Да, и поэтому вот я, например, прекрасно общалась с Лео Бакери, великим человеком, у него чувство юмора просто сногсшибающее. Вот с таким бы доктором, наверное, я могла бы. Ничего себе замахнулась, замахнулась. Да, да, вот, понимаешь, такие вот у меня допланки. То есть все равно, мужчина, если придет, он должен быть на постаменте на каком-то, уже чего-то доверишь. Нет, не на постаменте, он должен быть просто интересен сам по себе, он должен, во-первых, быть личностью, во-вторых, он должен не останавливаться, он должен развиваться. И он должен, во-первых, чувство, ну, естественно, добро, доброта, когда человек добрый, это для меня основополагающее, злые люди, это просто вот вне моего поля зрения, либо я пытаюсь им объяснить, что так нельзя жить. Что надо жить по-другому, надо быть добрыми. Во-вторых, прости, сейчас я договорю, что я мысли потеряю. Во-вторых, естественно, человек должен что-то, ну, конечно, мне интереснее с творческим, да, там, поэт, актер, композитор, не знаю, там, артист балета, музыкант, певец, что я должна им восхищаться. Это вот второе для меня качество. Третье качество, ну, как раз о чем пишет писательница Наталья Толстая, психолог, и изучает эту тему. Естественно, в интимном плане, близком, тоже должна быть состыковка обязательно. Это важная составляющая. Если ее нет, то извините меня, тут можно только общаться. Романсы можно попить или через 30, да, через 30 попоем. Вот, и еще одна составляющая, опять-таки, если человек берет на себя решение каких-то моих проблем, будь то материальные, будь то технические, да. Потому что, честно говоря, задолбалась я их сама решать. Только хотела, ты сделала прям с языком. Я всю жизнь их решаю, я так устала, я хочу, чтобы кто-то взял на себя хотя бы чуть-чуть. А ты не будешь лезть с советами? Вот где ты берешь... Нет, наоборот, я лезла с советами своему бывшему мужу, и потом поняла, что я это делала совершенно напрасно. Надо было, наоборот, вот так вот сидеть и говорить, господи, я такая глупая, ничего не знаю, не умею. Милый, сделай все сам. Если ты Люба Руденко и актриса, то можно придумать. А если у тебя характер волевой, нордический, то... Вот я Люба Руденко с характером волевым нордическим. Как ты прячешь его? Как ты его аккуратнее... Так вот я и не прятала его, поэтому я с мужем и рассталась. Я не прятала. То есть помудрела? Да, и он сказал, что ты слишком сильная с тобой... Я говорю, понимаешь, почему ты, типа, так... Я спросила, почему ты, в общем, такой слабый? Ну, потому что ты меня задавила, ты такая сильная, ты как танк. Вот, и был момент, когда даже мне на моем юбилее в театре Маяковского один из актеров вышел и в присутствии всех моих родственников сказал, что, Люба, я тебе желаю стать слабой женщиной. Они сразу стали переспрашивать, а почему, почему, почему? Вот, и еще такой смешной тост он произнес. И я тебе желаю, чтобы... Ну, это, конечно, говорит, это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Чтобы тебя уволили из театра за аморальное поведение. У тебя чересчур хорошая репутация, понятно. Да, это было так смешно, тем более, что... Я покраснела, родственники все начали шептаться, он сошел с ума, что он говорит. А все, конечно, как бы остальные коллеги в основном театра, они все поняли, что он имел беду. Ну, на протяжении всей жизни ты с Богом времени дружишь. То есть как-то ты умудрилась же все-таки при своем таком графике забеременеть, родить сына, вырастить его, стал талантливым человеком. В промежутках между гастролями. Когда ты была там... Даже на гастролях. Я была беременна на трех гастролях и снялась двух фильмах. Кто воспитывал малыша? Кто воспитывал тогда? Как? Ну, в животе он у меня был. Нет, а когда ты на гастролях? А с собой всегда. Ну, как это всегда? Короче, у мальчика не было варианта, какую профессию выбрать. Да, за своим чемоданом. Все уже знали, что если гастроли, то я еду только со своим сыном, с Толей, потому что даже когда, может быть, и можно было на кого-нибудь оставить, но все работали, правда. Я родила, мне был 21 год, и мама еще работала, и покойный ныне отец, к сожалению, покойный, он тоже работал. И, в общем, бабушки, дедушки, не было никого на пенсии, все работали. И иногда в Москве, когда были спектакли, Толей у меня кочевал с этажа на этаж по всем пяти этажам нашего дома, то есть все соседи были готовы его принять, потому что мальчик играл сам с собой, ему никто не был нужен, куча машинок, конструкторов, и говорит, а он так вот пять часов и сидит, ты сам с собой играет. А я уходила на рептиции, на спектакль, возвращалась, а он так играл. Скажи, пожалуйста, вот этот бирюзовый танк в стразах, он не испортил детство ребенку? Ну вот сейчас, ты что-то поменяла или нет? Нет. Ты волевая же, и там в том, что, конечно, бывают моменты, когда вот это вот даже не опека, а вот именно, как это сказать, повышенное внимание, и... Ну как сиски-пуски, синевочка, где я тебя обниму, он... Да, я обожаю это делать, он дает. Дается? Идет. Маленький был не давался, сейчас дается, слава богу, потому что у него сама своя дочка, и поэтому он точно так же ее обнимает и целует. Это как раз нормально. Но, кстати, насчет вообще насчет сисек-пусек и поцелуйчиков, и обнимашек, я скажу очень точную вещь, и просто вот пусть это все услышат и запомнят. Ребенка надо растить в любви, в нежности. Его надо обнимать, чтобы он чувствовал тепло и материнское, и всех близких, и родных, да даже просто люди приходят в гости, обнять человечка маленького. Обязательно ребенок должен чувствовать, что он защищен. Тогда у него расправляются крылья, и тогда он взлетает и парит над этим миром. И вы сохраняете ему деньги на психотерапевтов в дальнейшем, потому что он не будет жаловаться на то, что он был недолюблен. Вот, потому что у нас самая большая проблема – недолюбленные дети. Вот у меня сейчас близкий очень друг, с которым действительно просто мы дружим, когда он рассказал, что его никогда в детстве родители не обнимали, не целовали, не говорили, я тебя люблю, у меня просто случилась истерика. Я говорю, как такое вообще может быть? Как родного человечка, которого еще ты привел на этот свет, не обнять, не поцеловать, не пожелать ему добра на весь как бы день и на всю жизнь, да? Как не дать ему почувствовать, что есть рядом еще кто-то близкий? Самая проблема большая нашего времени – одиночество. И когда вот люди, имея родителей, я понимаю, там, когда нет, там умерли или погибли, или сдали в детский дом, забрали, лишили родительских прав, но когда они есть живые, здоровые, и не давать тепла и любви вот этому маленькому существу, я вообще этого не понимаю. Это моральное преступление. Это моральное преступление. Мне таких родителей жалко. А это всего-навсего из-за того, что они так же от своих родителей не имели. И вот эта цепочка, которая идет далеко-далеко. Ну же ее же можно прервать в любую секунду, в любую. Какие-то предыдущие века греки говорили. Да, вот прервать эту цепочку и новый виток. Греки говорили, что ты в любую секунду можешь побериться со своими родителями, в любую, пока они дышат. Ты можешь приехать к ним, положить им голову на колени и сказать, мама, погладь меня по голове. Так же, как и родители со своими детьми, которых они недолюбили, и не додали им добра и тепла, и заботы, и внимания. Говорят, я приезжаю к маме с сумками. Спасибо же, зачем ты привезла? Вот, 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 ну возьми ты с удовольствием уже ходил человек по магазинам. Скажи, сына, доченька, спасибо тебе большое за то, что ты вспомнила обо мне и купила мне этот йогурт. Зачем ты с этой синей крышечкой? Отдай коту, ну поблагодари, ну, не обижай. Вот этот мой друг, не буду называть его имя, он страдает ужасно. Он говорит, я приезжаю, я там могу долгое время не приезжать, потому что там, в общем, достаточно далекий край, куда он приезжает. Он приезжает к родителям, и мама может пройти, и мне сказать, а, привет, может быть, как-то вместе за столом посидим, пообщаемся. Да у меня тут дела, а он год не был дома. Так же и папа уходит, да мне там надо что-то в гараже починить. Как это может быть? Люди научились жить одни, и... Для него получается чужой там, ну вот я, например, да, чужой человек, я ближе, чем его папа и мама. Так очень часто было. И когда мы встречаемся, я говорю, давай обнимемся. Он говорит, ой, ты знаешь, я даже первое время боялся, стеснялся обниматься, потому что меня этому не научили. Я говорю, а с сыном со своим ты обнимаешь? Он говорит, с сыном да. Я говорю, так вот прекрасно. Скажи, вот как ты умудряешься с известным сыном-актером жить в ладу, работать на одной сцене, общаться с... Во-первых, мы живем вместе, может быть, когда вы работаете, да? Может быть, когда мама с сыном вместе живет. Ну, испортила же ребенку детство. Ты же таскала его с собой по всем настролям. Слушай, я поняла, я наобщалась с ним вот так в детстве. И сейчас, видимо, тот период, когда у него свободное плавание, то есть совместная с семьей, со своей женой, любимой Леночкой, ну, любимой внучкой, ой, моей внучкой, его дочкой, Миленочкой, я, наверное, получила вот это просто вот огромное море общения в детстве. И, кстати, вот очень важная тема сейчас у меня возникла в голове, что детей надо в детстве не бояться любить, не бояться быть с ними нежными, ласками. Не бывает передоза, да? Ни в коем случае передоза любви быть не может. Перецеловать нельзя, перетискать. Нет, одно дело, кстати, одно дело баловать, а другое дело любить. Обнимать, целовать. Вот обнимать, целовать обязательно. Это же бесплатно. Во-первых, вы вообще знаете, что надо каждый день обниматься минимум пять раз, чтобы почувствовать какое-то ощущение защиты. Мало того, теплообмен, что ты не одинок в этом мире, что ты не одинок. Маме нужен сын, сыну нужна мама. А уже с детьми-то вообще обязательно. Все говорят, ой, ты мальчика балуешь. Я говорю, ребят, ничего я не балую. Когда ему дарили в театре, он приходил в буфете, кто-нибудь из актрис давал ему конфетку, такие вот длинные русские узоры, да? Он раскрывал вот так обложечку, фольгу, и ходил, и всем предлагал, угощайтесь, угощайтесь, угощайтесь. И девочки говорят, а почему такой у тебя добрый? Я говорю, ну потому что я его ращу в любви. Машинки, там две машинки железных, он на берегу с мальчиком играет маленьким. Я говорю, сынок, а где вторая машина? Он говорит, мальчику подарил, у него же не было. Это когда душа я его не баловала. Вот разные вещи. Баловать, когда ребенок становится эгоистом, он приводит, все для него. А бывает с близкими. Я говорю, что-то вкусненькое на столе. Я говорю, сынок, это для всех, это вот для бабушки, для мамы, для папы, для тебя. Вот твою машинку можно подарить, а бывает с близкими. Вот живут в одном городе, не видятся, не разговаривают и не обнимаются. Ужасно, ужасно. Так вот я хочу сказать, что обязательно нужно не бояться детей любить, обнимать, не баловать, но именно учить их тому, что ты не один на этом свете и что ты любим. Греки... Что ты окружен любовью и заботой, да? Вот что про греков говорили? Греки в свое время говорили, что пока мы живы, мы можем успеть помириться со своими близкими, сколько бы нам ни было лет. И это очень легко сделать. Можно сыну приехать к матери и сказать, положить голову на колени и сказать, мам, погладь меня по голове. То же самое люди пожилые должны пройти через какой-то... И это добавить маме еще несколько лет жизни. Непременно. И ему тоже. Прям какой-то, знаешь, вот прям как какая-то плита будет снята с души. Вот легче будет жить. То есть никогда не поздно ни попросить прощения, ни пойти навстречу друг другу, ни что-то преодолеть, забыть и изменить, и измениться самому. Никогда ничего не поздно. Вспомни, как говорил Сократ, когда уже буквально он выпил эту чашу с ядом. Как он? И он выпивал эту чашу и говорил, вот теперь я только знаю, что я еще ничего не знаю. Потому что нет предела совершенствования человеческого мозга, интеллекта и душевного наполнения. Этому предела нет. Надо никогда не останавливаться в развитии самого себя. И в количестве любви, которую ты получаешь и отдаешь. Но ты уже, кстати... Умная Люба Цзэдун. Вот скажи, Люба Цзэдун, ты лезешь в семью сына со своими нравоучениями, в актерстве, лезешь, вмешаешь ему работать, творить индивидуальности? У нас сыну была смешная ситуация, когда мы снимались вместе в сериале «Только о любви». И мы с ним в нескольких сценах, просто вот вдвоем, буквально даже в маленьком пространстве, в машине сидели. Он с одной стороны, с другой снимали вот из окон восьмерку. И мы с ним играли одну сцену. Это был, конечно, кошмар. Потому что режиссер Валера Девятилов, он сказал, слушайте, вы родственники, вы меня уже достали, вы можете сцену сыграть? А он говорит, мам, ты понимаешь, что здесь надо? Говорю, сынок, да, а ты вот здесь вот это забыл. И вот мы начинали друг друга контролировать. Он говорит, так, все, режиссер здесь, я один. Все, вы говорите, вы артиста, перестаньте, забудьте живым, мам, сын. А еще был замечательный момент, когда в фильме «Вчера закончилась война». Мою дочку играл, как раз моя нынешняя невестка, Леночка Дудина. Толя играл ее возлюбленного, не моего сына, моего сына играл Коля Иванов. И была сцена, когда мы все герои, значит, на поле. Толя должен пробронить целую, значит, грядку. И он единственный, мы все одеты, тепло в телогрейках, там, в тулупах, в утеплении. А Толя в военные брюках и именно стерке. И я понимаю, что уже осень, там, Аня, или весна, прохладно. И вот я там, начинается там первая, значит, репетиция. Я говорю, сынок, а ты утепление надел? Он говорит, мам, жарко, все равно сейчас физический труд. Сынок, тебе вот сейчас вот пыльная грязь, может быть, счистите, дышать пылью будешь? Он говорит, мама, оставь, пожалуйста, у меня в покое. Я говорю, сынок, может, тебе чайку? Он говорит, мама, уже все оставь, хватит маму себе забрать. То есть третьего раза? Хватит играть маму. Говорю, мама, я здесь актер, а не твой сын. Все. Стоит рядом актер, мой ровесник Стас Баклан. Говорит, так все, я завтра тоже с мамой придумаю площадку. Это, в общем, конечно, легли все, но я после этого, это меня научило, говорит, так, закрываю рот. Вот, и они даже Толя с Леной договорились, и Лена мне каждый раз, когда я только рот открывала, Лена так, типа, мама, зажмись. Ты не мама, ты здесь партнерша. Потому что, конечно, очень трудно выключить маму. Ты учишься быть слабой. А, да, конечно. То есть, мама, закрой рот, это же тоже своего рода обучение? Да, 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 это мама закрой. Кстати, у меня даже с режиссером одним на сериале «Тайга» была такая установка с Сашей Арамовым, когда меня немножечко начинало нести в сцене. Ну, потому что театральная артистка работает, привыкла на, там, портер, билетаж, первый-второй ярус, а тут, значит, маленькая камера. После фильма «Жизнь грима Сангина» такая вторая была большая роль, это «Тайга», практически одна из главных ролей, там съема главная. И он, мы с ним договорились так, что, когда, если надо добавить чего-то, он вот так поворачивал, а если надо прибраться, он вот так заворачивал. И я играла сцену, смотрела и боковым зрением видела. Если Саша показал, то есть показал завернуться, я немножечко себя зажимала. У меня есть поговорка «Я не радио, меня не выключишь!» Оказывается, и выключить, и нас с тобой можно! Скажи, счастье в трех существительных, вот прям по-быстренькому попробуй. Вот для тебя счастье. Так, счастье. Во-первых, когда мирное небо над головой, когда не летают бомбы. Мир. Это сто процентов. Когда рядом все родные и близкие живы, здоровы. И я. То есть просто здоровье. Все, да, здоровье, да. И любовь. Кстати, к той ниточке, которая тянется и с детства, когда я говорила о том, что надо детей не бояться любить. 17 лет Толи, он уже начал учиться в Щукинском училище, даже по 18-м исполнилось на втором курсе. И они начали проходить. Толя стала читать, значит, всякую разную умную литературу. В частности, Гесса. И он приходит ко мне на кухню. Да, и говорит, мама, ты давно Ричарда Баха перечитывала? Это мне было вообще просто отрада моего сердца, да. Мое любимое произведение. И он приходит однажды, говорит, мам, ты знаешь, вот у меня очень важный вопрос возник, и я хочу, чтобы ты мне на него ответила. Только отвечая искренне и честно, не задумываясь. Ради чего ты живешь? Какой вот смысл твоей жизни? Ничего себе, фундаментальный вопрос у холодильника. Мало того, ребенок, который еще совсем для меня считается юным, кажется, но на самом деле, может быть, он уже совсем взрослый. Тут надо ответить правильно. И я понимаю, что если я промахнусь, то все, я потеряю на всю оставшуюся жизнь уважение со стороны ребенка, и как авторитет я просто рухнусь ниже плинтуса. Но так как я не умею врать, и как тем более ребенку, я говорю, сынок, да я же даже задуматься не буду. Для меня самый главный смысл в жизни – это любовь. Он так выдохнул, говорит, ну слава богу, мама, я так боялся, что ты что-нибудь не то скажешь. И я просто говорю, господи, спасибо тебе. Значит, мы смотрим в одну сторону. Откуда у него это? Именно оттуда, из детства. Замечательно. Потому что он с этим рос в свою жизнь. Любовь, вот ты сейчас сказала это слово. Вот будущий он, самый лучший мужчина на свете. Какие качества должны быть в твоем понимании у мужчины? То есть ты меня сейчас предвосхищаешь в будущем? Мы его сейчас тебе на телепаем, да. А, то есть мы сейчас тебе его попросим. Мы террализуем? Да. Так, во-первых, для меня очень важно чувство юмора. Потому что если есть чувство юмора, можно преодолеть. Значит, человек очень умный. Мы передряги, да. Значит, умный. Это говорит о том, что он умный. Вот и все. То есть, либо умный, чувство юмора, либо чувство юмора и умный. Во-вторых, добрый, нежадный. Так. Не жмот. Потому что я не переношу просто мужчин, которые жмотой, как бы, вот, ну, не будем уточнять. Вот. И в-третьих, чтобы, естественно, он брал на себя решение каких-то моих проблем. А интимная жизнь. А интимная жизнь. А, да. А это и есть забота обо... Ласково, ласково. А это и есть, чтобы он брал на себя заботы обо мне, значит, заботы. О моем здоровье женском, естественно, значит, чтобы у нас в интимном плане все было хорошо. Ласковый, щедрый, веселый, умный. Прекрасный. Остроумный. Очень важно, как для творческого человека, никуда без этого не денешься, чтобы человек тоже чем-то был занят творческим. Одарен. Да, одарен. И чтобы я могла им восхищаться. Ну, и, конечно же, чтобы в плане близких отношений, чтобы у нас было все в гармонии, чтобы и он хотел, чтобы мне было хорошо, естественно, и я вот, ну, как мы все женщины в ответ всегда хотим, чтобы мужчине тоже было хорошо. В детстве. Чтобы была закольцованность, вот то, с чего мы начали. Да. С тобой, моя дорогая, чтобы была гармония, чтобы вот это было кольцо любви. Скажи, в детстве мы мечтаем, вот буду тем-то, тем-то. Ты хотя бы приблизительно представляешь, какая ты будешь лет через 20? Какой ты хочешь быть? Такой же, как сейчас. Не дай бог, что мне здоровья. Спасибо тебе, моя дорогая, что ты пришла ко мне. Мне очень приятно. Это был чудесный разговор. Спасибо, что ты меня пригласила. Я тебя тоже очень люблю. Всем любви. Пока.